Посмотреть резервы налоговых источников, добиться дополнительных доходов по каждой статье. Интерес в том, чтобы бюджет перевыполнялся. Доходную и расходную части теоретически можно увести далеко за 60 миллиардов рублей в год, говорили участники обсуждения. Опорой станут три источника – НДФЛ, акцизы и блок налогов, которые потенциально могут приносить доход, но неактивно используются в регионе. Мы будем смотреть все, что касается незарегистрированного имущества. Мы внимательно будем смотреть на зарплату в конвертах. Мы внимательно будем смотреть на неэффективные расходы, чтобы перевести их, наоборот, в доходы. Мы внимательно будем смотреть на налог на прибыль предприятий. У нас очень много предприятий в Ульяновской области, к сожалению, фактически с нулевыми балансами, хотя ведут деятельность. Очень большой запас – это все предприятия, которые зарегистрированы в Самарской области, в Казани, в Пенде, но работают у нас. Динамика бюджета за пятилетку с 23 миллиардов до 43 – огромное достижение и прямой результат инвестиционной политики, которая проводится в регионе с 2005 года. Расслабляться не нужно. Не стоит думать, что регион должны обеспечивать только новые предприятия. Нужно работать с существующими. По оценкам фракции, региональная казна не добирает ежегодно около 11 миллиардов. Нужны механизмы и нужно понимание того, как получить эти деньги. Сегодня я предложил привлечь к этой работе Министерство экономики и попросить их либо заказать эту работу, чтобы мы оценили налоговый потенциал каждого муниципалитета, сколько он может платить в разрезе каждого предприятия. Предприятия все между собой похожи. И такого не бывает. То есть одно сельхозпредприятие, имеющее 5000 гектар пашни, платит НДФЛ 10 миллионов в год, а другое – 1 миллион. Чудес на свете не бывает. Это максимальное использование невостребованных земельных участков и повышение земельного налога, который как раз остается в 100% в бюджете муниципальных образований. Третье – это работа с руководителями, с товаропроизводителями, по легализации так называемой заработной платы. И исключение черных заработных плат в конвертах. Главное не рубить с плеча, а разбираться по каждому пункту. Именно для этого фракция настаивает на совместной работе с Министерством финансов. Проработка действенных инструментов, основанных на экономических расчетах, займет некоторое время. Однако результат должен сториться и компенсировать эти затраты. Евгений Луковкин, Иван Демидов, репортер 73. Евгений Луковкин, Иван Демидов, репортер 73.